всем здравствуйте дорогой youtube дорогие мои дорогие мои зрители всем здравствуйте да я умею пукать горит не только папой но и вагины и все и все и закончилось здравствуйте первый канал ну что 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 дождались в эти небо не дождались мне тут все заспамили везде каловыми массами все везде закидали сказали где наш тени баня так и говорили да но собственно что я вам могу сказать как говорится начинаем аттракцион неслыханной щедрости поэтому откидывайте спинки кресел кресла если ты лежишь короче чай кофе себе там наварить там чего-нибудь там это пальцем бур по болты хай и добро пожаловать очень надеюсь тоже настроение те подниму в этот прекрасный зимний вечер вообще у нас ночь а если ты летом посмотришь неважно в общем если вы протопите лайкосов давайте завезем хотя бы там да сколько-нибудь там неважно сколько и попрет тогда я еще одну серию сделаю я могу ты меня знаешь да я такой значит так предыдущие серии спойлерить не буду до ссылка на плейлист оставлю внизу в описании просто скажу что пришли мы в школу за нами гнались вот с такими вот глазами мужик в плаще в кожаном дальше ничего тебе не скажу поехали значит так пошел процесс поднявшись на второй этаж я заметил толпу у расписания это мы уже пришли все что-то оживленно обсуждали внимание пропал ребенок матюхин вова 10 лет ученик 4 б класса 5 января примерно в 16 00 ушел из дома на хребега и по коридорам мелкий шнырь последний раз замечен на мосту через лиху ольшанку был одет в оранжевую куртку с капюшоном вязаную черную шапку шарф и серые варежки а а у нас знаешь где одна варежка не скажу если найдете вову дайте ему или позвоните родителям или в милицию понимаешь милицию значит так все что-то оживленно обсуждали я подошел поближе и через стену рюкзаков и спин сумел разглядеть то что вызывало такой живой интерес слева от расписания к стеклу было приклеено объявление отпечатанный на принтере листок прочитали уже кто еще сказал я же говорила что это такое вы все слышали лечили тушист я ну-ка прекрати там пугать значит так сейчас ребят на донатике чуть позже отвечу внимание пропал ребенок матюхин вова 10 лет но мы дальше с вами читали при себе мог иметь пластмассовый автомат особые приметы рост 142 пожилых сантиметров удача у телосложения волосы русой глаза зеленый всем кто может сообщить информацию позвонить 02 вова матюхин так его звали 4 класс на зернистом отпечатки вова был мертвецом с черным ртом и темными провалами глаз может это живущий в чесёбе мрак впитался в его поры и изувечил маленькое детское лицо пластиковый автомат не защитил от шепота ветвей и воющего ветра пустые глаза исчезавшего школьника сверлили меня будто молили о чем-то не выдержав взгляда я отвернулся и поспешил к окну уселся на подоконник этаж постепенно заполнялся детьми они собирались группками по несколько человек на меня никто не обратил внимание в сумерках у туалетов детские голоса чеканили считалось зайчик кушать принеси подами ты да как так-то ты в какую школу то пришел там в колпаках никто не ходит нет в белых осужден я повернул голову в их сторону приглядываясь к фигурам но тут мое внимание отвлекло громкое цоканье цок 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 так это кто-то из чата цокнулся и не пришел к нам на стрим либо не зашел на этот видеоролик и не поставил замечательный свой королевский лайк и не подписался на канал потому что жена ему сказала к ноге плюс вот так вот папа так по коридору гордо задрав подбородок дефилировала учительница так каблуки стучали о пол как копытца аз им вторили шаги девочки которая держалась рядом очень важная она остановилась чтобы шепнуть на ухо одноклассницы какой-то секрет староста наверно а ну ясно это это такая вот знаете вот сейчас жезу скажу это так то всех вкладывает смотри 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 видно 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 рожи крысиная сто процентов кого-то закладывает смотри стучать пошла ясно староста наверное вон ей вручат вручают классный журнал и пожалуйста понятно вот пожалуйста вот пожалуйста говорю отметь меня отметь меня у нас стать тоже катерина в институте было и горят медь мне на электричку бежать она мне знает что сказала не бадая это делать мы ее взяли блок вот этот вот со скрепками в окно все с катериной с начиная со второго курса было просто все хорошо причем из катериной с ботаником который сидел напротив о чем черчение не хотел делать нормальным пацанам себе сделал нам надо было делать да и потом все хорошо конец истории учительница открыла кабинетную дверь и толпа галдя и толкаясь повалила внутрь серёжа я не пойму рагнарог а чё ты здесь забыл я не понимаю смотри щекастенький среди всех выделяющихся высокий рыжий толстяк с прыщавым лицом до странности напоминавшим гранат недоброе предчувствие зашевелила волоски на моем загривки и они серёжа неважно встречал я уже ребят с такими бегающими глазами такими каркающим смехом девочка похожая на учительницу ее уменьшенная копия предостерегла толстяка жестом и по расчищенной тропинке вошла в кабинет какой какой-то паренек замешкался в проходе и рыжий тут же пихом и речь ему дело фартук в масле я томат оливье фруктовый сад шо мальчик полетел размахивая руками в попытке сохранить равновесие а чтобы мальчик не летал в школе дядя хардплей не дурак он сыночка я вам рассказывал с четырех лет куда отдал правильно к евгению крехову чемпиону европы как по кикбоксингу тренироваться поэтому что правильно в школе царит полная тишина и умиротворение продолжаем ля ля ты джокер толстяк рассмеялся о чем смеется всех хари в прыщах и противный гога подхватил несколько человек в его окружении а ну ясно куколы они хохотали словно щелкали ножницами большими страшными садовыми ножницами кабинет засосал детей коридор опустел мне захотелось врасти в подоконник дебил зайди в класс извините я прошу прощить за окнами редкие фонари мне показалось просто окнами редкие фонари боролись темнотой барахтались как флуоресцентные рыбы в черном океане а что если сейчас убежать выйти туда и раствориться во мраке я представил как бегу по снегу как он скрипит под моим ногами и с каждым шагом я все легче все невесомее ты чай совсем что не умный трель звонка взорвала видение я с неохотой от лип от окна потом несколько раз глубоко вздохнул чтобы хоть немного усмирить разбушевавшийся пульс и вошел в класс сейчас начнется аннигиляция смотри это по-любому его классу с этим с толстеньким смешным вот они вот они раз два три четыре пять на пятом ряду сидит но в принципе кстати вся элита сидит всегда от третьего и дальше ряда вообще всегда чопорная учи кто-то чопорная учительница смерила меня раздраженным взглядом поверх очков я новенький гарри поттер садись два мне вот сказали к вам подойти заснеженная лесная тропинка велась перед глазами вовсе не хищно а умиротворенно шуршали сосны чего она откнулась носом журналы пролистала страниц чего какая где тропинка какие сосны мальчик то что дебил она откнулась носом журнал и пролистала страница а фамилия то как петров громче говори чего мям лишь петров нет такого вычеркиваю она долго и тяжело смотрела на меня точно пыталась уличить в обмане хотелось просочиться сквозь линолеум слева наблюдали размытые лица класс дышал фылкал фыркал единым организмом как опасный звенья ошибся мальчик виде отсюда разбийник нет такого в списке предательские дрожали колени кружилась голова я сжал кулаки так что костяшки побелели и гадал я в очки жестко просто джеб мне сказали 204 кабинет лилия павловна 6 в хочу все смеются дебил кажется класс принял мои слова за подобие шутки и разразился хохот что за бардак шум резко стих класс припрятал с мешки для более удобного момента понаберут студентов типа обидно должно быть только знает что губяки свои малевать а я разгребай значит кого а бумаги то кто заполнять будет не первый раз ведь уже каких студентов это шестой класс подожди здесь сейчас сейчас я им устрою она это учительница пронеслась мимо злом на бормоча а я остался один посреди класса будто приговоренный к расстрелу перед строем автоматчиков я потупился чувствуя на себе глумливые взгляды они трогали щипали скользили по коже лазерными прицелами это чё за переход вновь представил как бегу далеко далеко отсюда наперекол холодному ветру взмываю над соснами в прыжке и никого нет вокруг только попутный ветер в глазах одноклассников читался не мой вопрос это новенький он наш или чужак кто-то что-то еле процедил и по кабинету прокатился сдавленный смех легко было понять кто тут главный юморист и очкарик дверку за собой прикрыл стульчик взял вот так вот аккуратненько знаешь вот так вот его прихватил и все а уже ты чё не только слепой на еще и глухой доска в этой говорю 28 горит ударов треугольником когда никто осужда теперь тряслись не только колени все тело бил и мелкой дрожжи я молился чтобы учительница вернулась поскорей высшие силы услышали мои просьбы ну что мне с тобой делать то выгони его к черту и матери куда сажать а под стол давай-ка сядь наверное семеном а куда же еще то сесть к элите он все равно один еще чего мне кажется все догадались кто такой семён толстяк демонстративно водрузил рюкзак на соседний стол почесал брюхо и ухмыльнулся я не пойму местный авторитет че кто снова бабушку в школу вызывать все ублюдок мать твою ты решил ко мне лезть ты думаешь ты меня да я тебя сам я прошу прощения извините старый просто таблетки забыл и прекратить класс притих не она так я тебе сделаю рюкзак убрал быстро быстро блять семен не шелохнулся скучающим видом он принялся рассматривать портреты писателя на стене нужно было что-то делать как-то выкручиваться спасать положение я свертухи в ухо я прочистил горло и продолжил сдавленным не своим голос я могу за последнюю парту сесть там кажется свободно а вам не кажется что ваше место возле параши учительница громко засопела посмотрела на меня на семена затем слова на меня садись пока туда а с тобой бабурин мы еще поговорим а бурин сережа смешное имя еще и семён семён тоже семён как семен ойтих чтобы подошел после уроков будешь по классу дежурить ясно он криво улыбнулся с сочные прыщи зрели на кончике его носа важная информация я подошел до одари боясь споткнуться и стать причиной нового всплеска веселья сзади за самую последнюю парту на которой груды валялись старые плакаты место для изгонев заняты можно приступать смысле места для изгоев на последней парте всегда сидела только элита вот вот кто меня школьники смотрят подтвердят вброс просто только элитные места камчатка м я с вами пацаны да 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 я всегда был мысленно с ними это были лучшие места вот и хорошо начнем урок тема традиции русской и мировой литературы в рассказе щенка не надо брать я щавой кто не вспомнит нет толстяк обернулся ко мне взгляд его сусолил долгие дни недели месяца издевок и тычков смысле впереди тебя сидит кира чего по стулу ногой скажи толстый ты стрел я бы ему этот землетрясение каждый раз сделала так вот сидишь ногой дрыгаешь и ножку так на стул положил а не доказать это не я а все а все а потом еще руку подняла он оборачивается он не мешает я тебя запомнил говорили эти водянистые глаза отвернись смешной плюнул в тетрадку что уже пару уроков спустя я увидел свои тетради растекшиеся обе бы желтоватый плевок позже в столовой семён вроде бы случайно облил меня компотом выходя из туалета он так тряхнул мокрыми руками что мороз попала мне в лицо перед последним уроком семён вдруг толкнул меня в толпу воркующих одноклассниц осуждаем осуждаем куда вы что это что это такое это же шуток это же школьники они с другу не раступились они удержавшись кнулся лицом в грудь той важной девочки который раньше принял за старту что это такое игра алё разрабы еще никуда уткнуться не хотел видос ты тут на превью минус на превью все я нашел превью все хорошо плюс просмотры изи изи просто байт спит передадите ладно так и запишем леса спасибо катенька да есть у нас одна катенька тоже я тут же отпрянул сгорая от стыда простите в порядке я неожиданно она подбоченилась подбоченилась блин такой мем прикольный бы получился нет но вы посмотрите на него а ты поставил лайк о смотри смотри надо этот сделать как он называется смайлик такой облапал меня прямо у всех на глазах чего я сейчас все маме расскажу хоть папе рассказывай сосочки то я уж твои потеребил тебя из школы выгонит извращенец все это он извращенец если он твой ровесник дура ее в глазах было какой-то садистское веселье словно во взгляде ребенка подносящего горячую спичку к беззащитному майскому жуку я нечаянно меня толкнули все видели слепых среди нас нет ну и ходи до 40 лет понимаешь ходи вот никем не лапаная а потом восемь кошек а будет он сидеть никому не нужны и выскочит за первого встречного от соседа залетит и будет сидеть радоваться жизни говорить зато свободное независимое вот пожалуйста девки надо всегда давать красивым мальчикам особенно подписчикам канала хардплей трогать ваши вкусовые эти сосочки ну или еще какие-нибудь да главное что все в нормах закона было чтоб поняли нет кто подписчица меня смотрит чтоб сто процентов она бон по идее он вообще толстому должен спасибо сказать она уставилась на мои очки и радостно оскладилась не знаю что дебил ярость скипела в груди но гогот семена охладил мой пыл толкнули чё правда а тут вот я редко вот так делаю знаете вот так вот берешь вот так вот да вот так вот встаешь он уже да стоит вот так вот говоришь смотри как тебя семён до семён датья как от но он же худенький на видел на видео такой говоришь семён слушай нет 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 ты полностью прав а что это здесь смотри семён лежит смотри смотри семён смотри а что это жук майский смотри и вот так вот снизу поднимаешь вот так вот так вот просто челюха просто обгоняет семена все это уже так на тебя не скалится потому что она понимает что может быть ты как бы да она может быть следующей жертвой поэтому как бы да улетела все зубной состав семена тронется и он будет твой лучший другом так он подошел вальяжно окутывая запахом семечек и гнилых зубов а затем резко сбил меня с ног а ты ему в ливер в ливер знаешь где в ливер так аккуратненько коротенького просто день чуть пошел и потом расслабляющий а то все яиц нет семена нет семён твой лучший друг здравствуйте что эти сделай толстенький вот так за кадычок у так двумя пальчиками взяла так этого аккуратненько вот так вот за кадычок взял вот так вот двумя остальными пальчиками в глазки просто вырвал и все прошу проще прошу прощения это все шутки хулиганы хулиган нависал над мной всем своим видом как бы говоря ну же давай ударь меня попробуй давай терпильный уголок у нас не здесь поехали в горле пересохла губы не слушались и голос мой походил скорее на сдавленный писк семен издевательский улыбнулся давай давай продолжай очкарик все прямо то всем очень интересно если еще хоть раз меня тронешь семян медленно отопылил палец и ткнул меня в лоб если в следующий раз семён ему положат вот так вот прям на лоб и вот так вот своими бубенцами ему закроет глаза я даже не удивлюсь если он затерпит наш главный персонаж вообще не удивлюсь на трону еще хоть раз трону а вот вещь а ну вот последний раз ты что совсем дебил и еще и еще он тыкал пальцем с такой силой что моя голова отлетала назад только бы не расплакаться иначе труба все там не сделаешь мямля коротенького джебчик такой аккуратненько так и потом прошу прощения флэшбэк в глазах помутнилась я рванулся вперед так что подошва отклеилась от пола махнул наугад кулаком хорошо картина открылся моего взору было прекрасно и ужасающе одновременно семян левый коронный мне дали ачивку прикинь теми семён держался за ушибленные ухо и изумленно моргал просто видел какой коротенький лаки панч просто на отходе на неужели я был первым кто взбунтовался против его абсолютный власть быдло надо было бежать на меня обступили его дружки помогите этих хулиганы зрения решают ты чё маленькая вела вероломная тварь какой петров бабурина ударил таких как ты в тринадцатом веке на не надо щеки семена стали еще краснее прыщи побелели словно головки личинок но на губах промелькнула ухмылка замечены лишь мной в этом стане врага он подошел вплотную обдал кариозной воню апперкот помните как в мартл комбат спокойной доте тебе пиздец голос у него был злым и опасным точно кастрюля с бурлящим жиром с которой сорвало крышку я ждал удара считал толчки сердца и гадал куда угодит кулак солнечное сплетение в челюху в нос а он просто развернулся ушел очкошник давай приходи один сегодня за школу приходи один мы тоже одни придем до на жизнь не бери только у нас свои есть мысли холодная трезвая удивительно спокойная вспыхнула в голове сегодня меня убьют после занятия специально задержался подольше коридоре чтобы не идти вместе со всеми семян не появился на последнем уроке все вселяла надежду в лук он решил избежать дежурства и смотался домой забыв обо мне как смертник узнавший что казнь откладывается на день я облегченно вздохнул а не позволил себе забыть его тон мстительный взгляд и на электролизованную пугающую хмылку пока школьники шумом и смехом расходились по домам я встал у окна и сделал вид что перебираю учебники ребят мне кажется ли камера лагает чем меня уже для меня глючит норм ясно все так ладно поехали я напряжел насматривался в окно извините во дворе и на участке у школьных ворот семена не было я не очень-то верил в такое везение так что решил перестраховаться немного потоптался в стремительно пустеющим коридоре шум ушел на первый этаж наверное майский из кабинета биологии выглядывал скелет которому жо жоба да хорош из кабинета биологии выглядывал скелет которому какой-то шутник натянул дохту вычугу горает что на голову кепку с американским кондором дверями туалета журчала вода и остался один в целой школе чего ни один пришла внезапная мысль я вспомнил о пропавшем мальчике его портрет сейчас висел надо ёб твою мать на доске у расписания пошла напруга вспомнил что он улыбался и что он смотрит на меня и что он скорее всего уже мед я вздрогнул и обернулся просто привет спадливый просто сразу сначала мой взгляд уперся в черный футляр для скрипки потом я заметил что его держит девочка из моего класса на уроках она сидела за первой партой второго ряда несколько раз я ловил на себе ее взгляд и саму краткой драть смотрел на нее просто иногда приятно посмотреть на что-то красивое на ручей на небо или нас девочку сидевшую сидевшую который не гогочит понимаете всем хором над шуточками семена и перешевтывается с катенькой дурочкой поливая грязью одноклассниц все перемены она проводила так же как и я оставалась в классе либо глядела в окно либо рисовала что-то в зеленом блокноте но ясно два нашли друг друга дурак я покраснел и притворился что рассматриваю узор на дощатом полу круто ты ему врезал я такой я еще тот драчу боец в смысле это вышло случайно почти вот дебила вот эта ошибка новичка никогда так не говорит скажите я мастер спорта по всем видам спорта если что я за тебя вообще просто радки размотаю вообще всех кого можно в школе можно ребят можете рассказывать я стал рассеянно складывать учебники в рюкзак чтобы хоть чем-то себя занять вроде семен раньше таким не был он просто конченый он к нам недавно перевелся он он из этого из этих бабушка мне его по секрету сказала что он словно взбесился я же говорю он кончен семена даже старшеклассники побаиваются представляешь представляю да семён прям просто мамкин беспредельщик а ты вот молодец я такой да не струсил ну да похер что я сам с собой разговариваю потому что только что говорили что я в школе один остался это боишься она такая хорошая конечно нашла смельчака герои что уже полчаса торчит у окон лишь бы ему по шапке не дали девочка смотрела на меня чисто внимательными глазами а ты за рекой живешь за лесом в том деревянном доме ну да там наверное страшно страшно там чет кому-то да еще через лес идти перед за рекой живешь до у тебя дом деревянный до ведь который горит сгорел среди с утра я бы так не смогла а я могу упоминание олеся заставила меня поежиться я подумал о переплетенных ветках змеящееся тропинке о бесконечной темноте что разрасталась как лишайник среди косых деревьев и выдал самую настоящую ложь да не так уж там и страшно и просто соло а что тебя так пугает немного помолчав она вдруг улыбнулась словно смахнула на вождение да так ничего меня кстати полина зовут я нравилась в школе полина блин такие знаешь голубые голубые глаза как как у хаски были я вот ее помню даже блин знаешь какая красивая была блин на уроке физкультуре знаешь как я прям смотрел всегда да это в школе но жена минус жена в чате причем здесь дураки это в школе было считается я еще малой был это класс 9 10 блин не буду называть фамилию мне нравилась девочка полина а меня антон а всем ну это я знаю полина замялась будто решая стоит ли продолжать нет 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 а что ты делаешь после школы уроки я учу иди нахрен нахрен иди уроки гуляю по лесу один люблю гулять по лесу нет нет не надо от ее невинного вопроса кольнула в груди но как-то по-особенному приятно ты дурак уедешь ты уедешь тебя посадят ничего такого чего такого и я запнулся не закончив фразу а это на самом деле он сереже разговаривал что за бдсм вечеринка перед глазами мелькнула хищная улыбка на маске алиса и и насмешливые глаза и прорези маски которые я скорее всего сам себе придумал неужели эта девочка лисицы и правда ждет меня после школы или это была и очередная страшно странная шутка интересно прячет ли она большой рыжий хвост под своей шубкой знаете кстати к чему хвост крепится и как он крепится могу сказать в telegram канале кстати heart inside будет подробное видео есть один видеоролик где подробно можно посмотреть к чему крепится хвост у таких вот до девочек а от этой мысли вдруг покрылся мелкой испариной как после нормативов по физкультуре захотелось принять душ словно сами размышления лисички делали меня грязным пачкали сбивая с ног и уводили в объятия леса у меня сейчас занятие скрипка а потом я свободно мне похер дедушка мне репетитора нанял наш учитель музыки он же скрипач а здесь в поселке ему некому преподавать только мне она махнула в воздухе с вам свободной рукой имитирует движение смычка имитирует движение смычка по скрипичным струнам я почти услышал музыку алису я выбросил из головы смотрел на губы полины ловя каждое слово и замирал от непривычных ощущений они были теплыми согревающим а еще щекотными и казалось что я маленькие чувства очень большие тесно внутри если выяснить что это ему все мерещится его жопы щекочет сергей языком я даже не сергея семян извините пожалуйста ребят я что-то к ночи я прошу прощения ребят извините извините эту атмосферу порчу тихо все тут говорят что у нас в поселке маньяк завелся раньше со школы меня всегда дедушка забирал на в последнее время ему не здоровится я бросил белка беглый взгляд на фотографию вова глаза колодца изучали меня рот был словно на помажем черным как портрет на могильной плите ты не подумай я не трусишка просто я тоже я тогда я тогда смелый а такой просто мне кажется что с тобой будет безопаснее антон ты сможешь проводить меня до дома я уроки учить а вот она наконец все чем я читал этим летом приключенческих романах о чем тайны грезил начинала просачиваться в мою жизнь таинственное преступление прекрасная незнакомка героическая дуэль дуэль вы мать можно еще громче учу совсем конченный что мысли о семене моментально отрезвили вернули на землю почву под ногами за шаталась как палуба пожилого корабля только бы сейчас не упасть в грязь лицом перед полечкой ведь я ведь сколько бы я не храбрился вечно блять господи ведь сколько бы я не храбрился было очевидно и мне ей вы стоять в драке против такого амбала мне не под силу а если он инокаутирует меня это не самое страшное страшно что это увидит моя любимая полиночка засмеется со всеми остальными нет нужно избавить свидетелей от моего позора сегодня вряд ли получится кирпич в руку взял и как в angry bar bird вспомните игра вот этот лови кирпич и молчишь поймал ты же знаешь семён скорее всего караулит на школьном дворе лучше мне с ним разобраться лично по-мужски глупости какие полина отбросила челку со лба и до меня донес едва уломимый аромат ежевики сдержаться и не пошутить я сдержался и не пошутил полина была водой которых хотелось пить глотаешь жадно жажда все не утолять ты заедешь эти клянусь ты заедешь тебя посадят дурак это сто процентов прям оттуда заберут я вспомнил летние вечера на даче едкий дым костра свисающего из-за ограды соседскую ягоду и мягкий ковер сосновых иголок под подошвой редкие безмятежные дни когда я чувствовал себя в безопасности мама отдыхает в дома в гамаке отец нанизывает так все тихо я прошу прощения мама отдыхает в гамаке отец нанизывает мясо на шампуры мог ли я при желании различить в треске углей и смехе родителей в запахе скоротечного июля намек на будущую катастрофу видел ли я как хрупок и ненадежен тот мир думаешь этот дикарь будет честно драться со своими дружками набросятся всем скопом опомниться даже не дадут вилку заточил столовой полина вдруг хитро улыбнулась но если мы пойдем вместе это их ошарашит ошарашит я же не только первая скрипка на деревне я ведь еще и девочка потом спустя полчаса вот с таким бланшем просто слышал от знакомого хулигана что он никогда не нападает на кого-то в присутствии девушки представляешь у них кодекс чести такой знакомый хулиган забеспокоился я лучше ли он меня симпатичнее вообще поехавший ли чё хотя бы написали бы на игре 34 плюс сердце слабое иди на музыку все отстань от меня я уроки учить на сделал пару шагов и остановилась удивительно полина совсем не похожа на тех красотых журналах постеров или на актрисы с кинофильмов нет ну как ну как это комментировать может быть потому что она ученица 6 класса дебил а ты порнуху смотришь взрослыми мифами с плейбоем нет ну как ну как мне еще это сказать ну как ну 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 что ну ну что ну ну что ну весь чат в слезах валяется ну что происходит но в свете потрескающих ламп она была притягивающих всех а ты играешь на чем-нибудь а флейте сейчас когда с семеном встречу себя чувствую на кожаной надо будет сыграть флейте причем нескольким сразу людям два года назад мне купили гитара я же вспомнил свои жалкие попытки научиться музицировать а м ем перемен мы ждем перемен песня цоя точно ложилась на мои мысли и на желание изменить хоть что-то то гитара за пропастилась куда-то словно напрочь отказалась переезжать старый дом у леса наверно родители отдали инструмент кому-то кому-то уже не играя жалко ну ладно я побежала сугробе меня у школы найдешь пока приходи в больницу крик девочки подхватила гулка эхо туфли застучали по школьным баку не уверен услышала ли полина ты бы еще дождался когда она домой уйдет я снова посмотрел в окно школьный коридор опустел только пара ребят из младших классов кидали друг друга снежки в коридоре во дворе если чё был никого похожего на грузного семена с его компанией господь не было видно это вселял надежду что же делать муравью полина могла бы стать моим лучшим другом первым на новом месте и потом ей впрямь могла угрожать встреча с маньяком а тут я защитник рыцарь окей и пускай последний внутренний голос подвергал сомнению и шептала побеги подальше от убийц отрыскивающих по ночам по ночным лесополосам маньяков полина стоило риска на рыжий плотовка манила тайной обещала помочь найти вову а за этим следует награда много денег почти гарантии мира в семье подарки для оля майбах я вообразил сестру счастливую как те девочки получившие призы от супа него телепередача звездный час а я помню я кружат станции известные певцы я кружат станции известные певцы может даже это новая популярная группа иванушки интернешн там у кадышева и новый кстати трек вышел как он этот широко река глубоко река надо послушать мама с папой обнимаются в останкинском павильоне а потом мы всей семьей едем диснейленд а потом я проснулся в луже каловых масс и понял что я обосрался я обосрался в лисе или к полине а кому пойти к лисе или к полине ты узнаешь мой юный друг следующей серии поэтому ставь лайк подписывайся на канал и прямо сейчас напиши кому ты пошел к полине или к лисе но полина она такая алиса она такая она рыженькая до плутов когда смотрел я один фильм но мы сегодня не об этом все ребята всем удачи всем пока спасибо всем кто делится этим видеороликах везде в социальных сетях там комментируйте короче топить и короче спасибо спасибо лайк подписка колокол добро пожаловать встретимся следующий а 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